Очень интересный вопрос о телефонах, планшетах, компьютерах и прочей технике, которая у вас может быть с собой, на которой есть информация, может быть жесткие диски в том числе. Все это у вас будет изыматься, как только вы приезжаете и сдаетесь в полицию. Это у вас изымается, сама полиция проверяет все эти носители, даже флешки. У вас могут спросить, что может быть на этих устройствах. В первую очередь, для чего это делается? В первую очередь, с помощью этих устройств, если они имеют GPS, маячок или какие-то такие средства, которые могут вычислить ваше местонахождение, где вы были раньше, все это проверяется, чтобы восстановить хронологию вашего движения, как вы попали в Норвегию. Чтобы проверить все досконально, также могут проверяться все данные, которые там есть. Вы будете заполнять анкету, когда попадете в полицию, о том, какими социальными сетями вы пользуетесь, какие у вас установлены приложения, какие у вас могут быть пароли. Не к социальным сетям, а именно к устройству. Если у вас там стоит код какой-то, или если у вас пин-код какой-то, стоит блокировка какая-то на телефоне. Все эти цифры вас попросят ввести. Или рисунки, если это у вас такой как рисунок, такой код на телефоне. Все это попросят вас сообщить. Возможно, они проверяют также о том, с кем вы переписывались, о чем вы переписывались в ближайшие дни, когда ехали в Норвегию. Возможно, они нанимают для этого русскоговорящих людей, если вы русскоговорящий человек, естественно. К сожалению, всей этой системы я не знаю, прочитывают ли они все эти письма или нет. Но что могу я сказать точно, они восстанавливают хронологию вашего движения, как вы попали в Норвегию, это точно. Возможно, они также смотрят фотографии, как вы попали, чем вы занимались с того момента, как вы попали в Норвегию. И все это, естественно, занимает время. Знаю случаи, когда телефоны возвращали через три недели. Когда человек прибыл в Норвегию, через три недели человек уже был во втором лагере. Все люди уже могли быть во втором лагере с телефонами, с планшетами, с компьютерами. Но у этого человека до сих пор не было средств связи, чтобы связаться с родственниками или еще с кем-то. Поэтому такие люди, как правило, просили у кого-то телефон, чтобы написать там где-то, сообщить что-то, что они добрались спокойно и нормально. С другой стороны, знаю случаи, когда на второй день буквально был выдан телефон. И вот в этом отношении нет какой-то определенной системы. Видимо, кто-то быстрее из сотрудников работает, кто-то медленнее. Может быть, информацию дольше проверяют. Не советую обнулять телефон перед тем, как приехать в Норвегию. Если телефон будет полностью чистым, это вызовет дополнительные подозрения. Зачем вы это сделали? Что было такого важного на вашем устройстве, что вы решили это скрыть? Тоже об этом важно подумать, чтобы не возникло у норвежцев, у полиции дополнительных вопросов к вам. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, комментируем, делимся видео и подписываемся на наш канал. Спасибо за просмотр.